Остеопороз. Простыми словами, это истощение, ломкости, сниженная плотность кости. Возникнуть может ввиду самых разных причин. В основном это наследственный фактор, прием определенных медицинских препаратов и лекарств, малоподвижный образ жизни. Коварность остеопороза в том, что в тяжелых случаях кости могут ломаться даже при минимальных нагрузках. Простой кашель, чихание или неудачный поворот могут вызвать образование трещины кости. Остеопороз чаще характеризуется несколько травматичными переломами позвоночника. То есть это переломы, которые возникают с высоты собственного роста, после каких-то резких движений туловища, при чихании, кашле, прыжках, поднятии тяжести. То есть очень долгое время остеопороз себя не проявляет, протекает латентно. Остеопороз – диагноз, который часто становится приговором для пожилого человека, женщин старше 65 лет, пациентов, проходящих химиотерапию после онкологических заболеваний молочной и предстательной железы, имеющих трансплантированные органы, болезнь Паркинсона и диабет. Для того, чтобы узнать, подвержен пациент остеопорозу, есть у него это заболевание или нет, производится денситометрия. Соответственно, результат приносится врачу, и после личной беседы назначается необходимое лечение. Это хроническое заболевание, но его можно, скажем так, всегда может быть хуже, поэтому его сдерживать можно приемом лечения. Есть препараты, которые замедляют разрушение кости, есть, которые блокируют. Профилактика и лечение остеопороза незамысловато. Самым важным является поддержание на должном уровне кальция и витамина D. Их достаточное количество в рационе организм должен получать с молодости. Добавив к вышеперечисленному адекватную физическую нагрузку, можно дать своим костям вторую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok